Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! После небольшого перерыва мы с вами возвращаемся к нашему циклу прослоек. Тема сегодняшней прослойки – библейское электричество. На эту тему меня натолкнула автора в первый день праздника Швот, недавно прошедшего, который мы читали. Автора, где пророк Ехескель описывает видение Маосе Меркава, видение божественной колесницы с ее атрибутами ангелов и очень много очень эзотерической, мистической, тайной терминологии. Один из таких терминов, который встречается у пророка Ехескеля – это термин хашмал. И увидел я, вот бурный ветер пришел с севера, облако огромное и огонь пылающий, и сияние вокруг него, и как бы хашмал. Вот здесь у нас на иврите и на русском, в скобках переводчики с веб-сайта Хаббат да Торг перевели его как «Сверкание изнутри огня». Так или иначе, вы видите, что традиционно в еврейской литературе это слово не переводится на другие языки, по крайней мере, стараются не переводить. Причина, почему это так делает, потому что, в принципе, смысл и значение этого слова не совсем ясен. Является ли это имя собственным, или является ли это словом, означающим что-то еще. Если мы заглянем в один из древнейших переводов книг пророков, настоящий перевод Торгум Йонатана, сыну Изиэля, то мы увидим, что он не переводит слово «хашмал», а оставляет его «хашмала», что на арамейском языке то же самое, что «хашмал». Такое впечатление, как будто это имя собственное, имя чего-то. В еврейской традиции, описанной как и в Талмуде, так и в Медрашах, эту традицию суммирует очень красиво Раши, дается более-менее два объяснения этому слову «хашмал». Первое, что это имя ангела, это, наверное, наиболее частое значение этого слова в еврейской традиции. Причем слово «хаш» в этом слове «хашмал» означает молчание, и «мал» означает разговор, то есть это некие ангелы, которые то молчат, то говорят. И есть такие из комментаторов еврейских, которые объясняют это слово как шепот, что говорит что-то тихо и шепотом. Так вот, второе мнение в еврейской традиции, его тоже приводят Раши, он говорит, может быть, слово «хашмал» означает некий цвет, очень похожий на цвет пламени, на цвет огня. Вот эти вот два объяснения существуют в еврейской традиции, поскольку ангела называются таким именем, и многие другие мистические концепции связаны с термином «хашмал», как, допустим, Талмуд рассказывает про одного мальчика, который изучал это место у пророка Ихэскеля, и вдруг понял тайну значения этого слова. И тут от этого ангела вышел огонь и поглотил этого мальчика, описывает Талмуд. То есть не совсем безопасно это дело, заниматься исследованием этого слова у Ихэскеля. Интересно, что параллельная судьба этого слова развивается в греческом переводе книги Ихэскеля. Вот здесь привожу я вам греческий текст, и не буду вас утруждать, мучить произношением своим. Но вот слово «интересующее» на слово «хашмал» переводится здесь как «электрон». Я уверен, что многие из вас знакомы с этим словом. Что же такое электрон? Дело в том, что в греческом языке электрон чаще всего это янтарь. Вот этот вот прекрасный пламенный камень. Иногда также электроном может называться смесь, сплав золота и серебра. То есть в любом случае, как вы видите, цвет такой вот огненно-желтый, сияющий, блестящий. Слово «электор» в греческом языке сродни слову «хелиос» — солнце. И по греческой мифологии слезы, вот одно из звезд созвездия Плеяды, электры, эти слезы превратились в янтарь, и он стал называться электроном в результате этого. Свойства янтаря, именно электрические свойства янтаря, были замечены людьми в древности еще до того, как понятие электричества было известно. В классический греческий период, две с половиной тысячи лет назад, довольно подробно описано, что если потереть янтарь о кошачью шерсть, он начинает притягивать маленькие предметы, пеперышки или что-то еще. И бесспорно, тогда ничего не знали о негативном заряде и статическом электричестве. Но вот эти свойства янтаря очень сильно вошли в сознание ученых. Поэтому в 1600 году Уильям Гелдард, один из исследователей свойств электричества, решил ввести термин, описывающий электрическую силу, электричество. И он назвал его электричеством. Именно на основе того, что было известно во янтаре. То есть, фактически, термин электричество означал янтарность, что-то подобное янтарю. И этот термин стал довольно популярен среди ученых. Однако вот в еврейской литературе впервые термин для электричества появляется в 1883 году. Русский еврей, литовский еврей в своей ранней юности серьезный талмудический знаток. Впоследствии также изучал много наук и языков. Лев Осипович Гордон, он же Иуда Лейб Гордон, известный больше как еврейский поэт и писатель. Он в одном из произведений своих «Шней Йосеф бен Шимон» «Жизнь года Йосефа, сына Шимона» говорит о одном молодом еврейском человеке, который из России переезжает в город Падуа, чтобы учиться в университете. И вот то, что, наверное, происходило в душе самого автора, он выразил на примере этого студента Падуанского университета. И в пятой главе он описывает, что так же, как Аллаха зиждется на природе этого мира, так и Каббала связана с учением о колеснице божественных атрибутов Мааса Меркава. И что такое сферот, если не орбиты небесные? И свет, и тепло, и потоки, и хашмала. Вот он впервые в еврейской литературе вводит этот термин. Они являются силами природы, и они те ангелы, которые известны исследователям. Вот здесь впервые появляется слово хашмала, и которое, скорее всего, было бы незамеченным. Но сам автор объяснил, я имел в виду слово электричество под этим параметром, потому что греческий перевод янтаря-электра. Поскольку электричество – это янтарность, значит, и на иврите оно будет таким же. И после того, как это имя было дано этой силе природы на иврите, оно стало постепенно популярным в основном среди сионистских кругов. И компания электрическая, еврейская, образованная тогда в подмандатной Палестине, тоже имела слово хашмал в своем названии. Итак, мы видим в начале XX века такие раввины, как Кафа-Хаим, сифардский раввин, иракский раввин, проживающий, трудящийся в Иерусалиме, очень часто используют слово хашмал в своем произведении Кафа-Хаим, касающемся еврейских законов. И, понятно, была и оппозиция этому слову, поскольку в еврейской традиции это слово связано не с янтарем, а с именем ангела и с мистическими концепциями, и вдруг оно используется для электричества, поэтому была и оппозиция к этому, и в основном оппозиция из кругов религиозных еврейских мыслителей, которые считали, что это слово слишком возвышенное, чтобы использовать его в чем-то обыденном. Так, допустим, предлагали другие слова, слово безок для электричества, но эти слова не прижились, а прижилось имя хашмал. Интересно, что даже в 20 веке, в наши времена, выдающийся нью-йоркский раввин Дебрацина Ров, Ребмоша Штерн в своей книге «Аллахическая Бейер Моша» избегает, касаясь темы электричества, пользоваться словом хашмал, и вместо этого пользуется английским словом «электрисити». Вот такая вот интересная судьба у этого слова. В иврит оно попало на основе анализа греческого текста, который, в принципе, совершенно не идет рука об руку с традиционным еврейским значением. При всем при этом юмор ситуации таков, что слово «янтарь» на английском «эмбер», оно попало в иврит с арабского языка «инвар». И вот так вот оно на иврит. То есть «янтарь» в иврите стал «инвар», а «электричество», «янтарность» стала «хашмал». Вот такие вот казусы в наши времена происходят с языковыми терминами. Всем счастья и здоровья! С вами был Барух Юабов. Субтитры создавал DimaTorzok